Как российская пропаганда отреагировала на ракетные удары по украинской инфраструктуре? Новая волна могилизации в России. И как буряты пользуются украденными в лимане камерами? Об этом сейчас по порядку. Эта программа «Давайте проверим». Я Олег Борисов. Поехали! Российские пропагандисты чем им могут удивлять, так это очередным пробитием дна. Вы только посмотрите на их реакцию после ряда массированных ракетных обстрелов Украины по гражданской инфраструктуре. День настал! Наконец-то Россия начала бить киевский режим. Бандеровские упыри поплатятся за Крымский мост. Сказать, что я счастлив, это вообще ничего не сказать. Я просто танцую на балконе в пижаме «Армия России». Если раньше у пропагандистов была методичка отрицать любую причастность к военным преступлениям, говорить, мол, это Украина сама с себя, то уже сейчас они открыто радуются убийствам украинцев. Ну, пока в Забайкале приходят радостные вести, и, я думаю, для всех. Помните, я вам говорил о том, что не надо паниковать, надо проявить терпение. И дождаться в любом варианте мы должны критическую инфраструктуру всех поразить. Для того, чтобы победить Украину в этом вооруженном конфликте, такие удары должны наноситься не однократно, а постоянно. От двух до пяти недель. Для того, чтобы полностью вывести всю инфраструктуру. Все ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, все тяговые подстанции, все линии электропередач, все железнодорожные узлы. Такой тон для кремлевских пропагандистов задал лично Путин, который публично признался в этих военных преступлениях. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Поводом якобы послужили теракты на территории России, в которых, по версии Кремля, виновна Украина. Чтобы мы в это все поверили, нам предлагают посмотреть вот это видео. ФСБ якобы предотвратило теракт, который планировали украинские спецслужбы. Знаете, тут все по старой методичке. Якобы следили за человеком, якобы его словили, якобы это не постановочное видео и нашли у него взрывчатку. Но! Я, конечно, не эксперт взрывотехник, но обезвреживание бомбы вряд ли выглядит так. Один сотрудник ФСБ без защитного костюма и даже минимальной осторожности крутит взрывное устройство в руках. Второй все снимает крупным планом, а третий с задержанным подозреваемым просто стоит рядом и смотрит. Но вернемся к ударам, а они и весь этот восторг на федеральном ТВ нужны были Путину, чтобы хоть чем-то перекрыть поражение на фронте. Оттуда, кстати, и пошел пропагандистский тезис, мол, теперь мы начали воевать по-настоящему. С самого утра хорошие новости. Подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут. Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала. Вот теперь я на все 100% доволен проведением СВО. Однако у меня вопрос к Путину. Как атака по энергетической инфраструктуре и по детским площадкам украинских городов поменяет ситуацию на фронте? Харьковская область освобождается, Херсонская тоже. И если в эфирах федеральных каналов боятся признать бестолковость этих ударов, то в российских телеграм-каналах все по-другому. Итак, какие объекты инфраструктуры в Киеве поражены к этому часу? ТЭЦ? Все. А также ракеты в СРФ поразили детскую площадку, бизнес-центр, склад косметики, асфальтную дорогу в центре. Получается, сегодня мы просрали пару сотен лямов-баксов от центра принятия решений целы. Притом бабок на экипировку мобикам нету. Пошел курить. Почему-то в России в приоритете разговоры об Украине. А ведь могли бы тратить время, обсуждая внутренние проблемы. Например, мобилизация. И то, как в Москве и Питере мужчину же ловят у подъездов и в метро. Натуральная охота. Короче, у нас утро начинается вот так вот. Это мой дом, я имею право снимать. Снимать. Но такое, по мнению федеральных СМИ, зрителям смотреть не нужно. Жаль, ведь упускают столько всего важного и интересного. Но знаете, лучше так, чем поехать в Украину и умереть за Путина. Или не умереть, а своровать камеру, установить ее у себя дома и опозориться на весь интернет. Эти кадры облетели все соцсети. Доблестно отвоевавший в Украине бурят, убегая с Лимана, в одном из домов украл внешнюю камеру видеонаблюдения и поставил ее у себя дома. Эту историю рассказал украинский блогер Ян Гордиенко. Прежде чем это публиковать, я подумал, а что если я сейчас оклеветаю невинного человека, который просто купил камеру бушную на рынке, например, которую украли. Да украли в Украине. Но нет, ребят, это камера уличная. Кстати, интересно то, что эти буряты не знают, что камеру нужно перепрошить, чтобы иметь к ней доступ. И поэтому просто решили ее повесить как сувенир, не зная, что их снимают. Прям реалити-шоу какое-то. На этом все. С вас лайк и подписка. А с меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока. Субтитры подогнал «Симон»!